Для удобства жителей Черкеска в микрорайоне Северный работает современная поликлиника. Данная необходимость возникла для того, чтобы разгрузить центральную городскую поликлинику на проспекте Ленина. Северный филиал приглашает горожан на диспансеризацию. В нынешнее время это действительно необходимая профилактическая процедура для поддержания здоровья и своевременного выявления возможных заболеваний. О том, каких специалистов и где можно найти, расскажет Артур Мхце. Многим жителям республиканской столицы это здание известно как Северный ковидный госпиталь. А тем временем, с середины прошлого года здесь на постоянной основе базируется филиал городской поликлиники. Тут же располагаются специалисты центра здоровья, наркологического диспансера, службы медицины катастроф. Однако наибольшее представительство, разумеется, принадлежит врачам поликлиники. Необходимость размещения медиков в просторных кабинетах на севере Черкеска продиктована постоянно растущей численностью населения. В связи с этим на опережение было принято строительство второго, третьего, скажем так, уже корпуса поликлиники. И после строительства мы перевели туда терапевтическое одно отделение. Это 12 врачей-терапевтов. Перевели туда невролога, кардиолога, хирурга, травматолога, УЗИ-диагностику, дневной стационар, отделение медицинской реабилитации. Также у нас там находится КТ. Перевод ряда специалистов в северную часть города позволил учреждению здравоохранения соответствовать требованиям шаговой доступности социально значимого объекта для населения, а также рассчитывать на скорое размещение у себя новейшего оборудования. Так, на свободу 62 в ближайшее время поступит аппаратура, которая поможет достигать лучших результатов в лечении и реабилитации пациентов. В этом здании находится отделение медицинской реабилитации, дневной стационар, отделение терапии, кардиология, неврология, хирургия и отделение медицинской палеоативной помощи. В терапевтическое отделение у нас приходят непосредственно люди, прикрепленные к нашему подразделению. Это те участки, которые обслуживаются в нашем подразделении. Наше отделение занимается реабилитацией преимущественно неврологических больных пациентов, а также мы принимаем кардиологических, перенесших острые инфаркты миокарда, и пациентов, перенесших операции ортопенического и травматологического профиля. То есть реабилитация, третий этап, амбулаторная реабилитация проводится в нашем отделении. В этом году мы получаем большое количество нового высокотехнологичного оборудования. Вот ждем его получения, заявка сделана. Думаю, что это будет очень востребовано нашими пациентами. Практически все продублировали, то есть идентичные же услуги они могут получить и по Свободе 62, и такие же услуги по Ленина 144. То есть в этом никаких проблем нет. Единственное, прохождение таких видов, как врачебная комиссия, оно все проводится в центральном здании, то есть у нас здесь на Ленина 144, а так всю необходимую медицинскую помощь, которую должен получить пациент, он может получить по Свободе 62. На стадии скорого решения находится и вопрос логистики. Через поликлинику проходят около десятка автобусов. В ближайшее время перед территорией северного филиала планируется установить остановку общественного транспорта. Ее дизайн уже определен. Осталось завершить процедуру передачи республиканской земли в муниципальную собственность. Артур Махце, Мухаммед Ашебуков, Вести, Карачаев, Черкисия.